Не волновались перед аттестацией? Немножко было волнение, но потом, когда стали задавать такие профессиональные вопросы, на которые, в принципе, мы знаем все ответы, да, волнение куда-то исчезло, у нас, в принципе, аттестация прошла в такой дружеской беседе, в рассуждении о боксе, о российском боксе, что нужно сделать для того, чтобы повысить уровень нашего бокса, качество. Какие вопросы задавали? Ну, различные. Это было и планирование, и тенденция к развитию техник-тактического мастерства, совершенствованию, да, к развитию выносовости наших спортсменов. То есть вопросы были на разную тему. Как у вас вообще впечатление от всего, что происходило? Ну, я первый раз на такой аттестации. В принципе, я считаю, что такая аттестация нужна, как бы держит всех тренеров напряжение. Мы сами все стараемся совершенствоваться, не остаемся на одном месте, идем вперед, развиваемся как тренеры, как личные и как командные. Ребята показывают хорошие знания, у кого-то есть ошибки, думаю, что будут исправлять. Будем работать, будем стараться, еще учиться многому надо, работу над ошибками сделаем, думаю, что результаты будем повышать. Дорфик, аттестация – это что-то новое или хорошо забытое старое? Я думаю, что, наверное, все-таки хорошо забытое старое. Причем мы уже в прошлом году, у нас был такой, скажем так, мы уже это делали, но там был такой, скажем, легкий вариант. У нас все тренеры прошли, но, во всяком случае, скажем так, мы культуру аттестации уже, по идее, для них прививали в прошлом году. В этом году понятно, что это было уже у нас совершенно в другом уровне, совершенно уже было все это по-другому с точки зрения требований к тренерам. Этот этап у нас некоторые тренеры не прошли, но мы им дадим возможность, если главные тренеры посчитают все-таки, что они должны находиться в команде, мы им дадим еще одну попытку, надеюсь, что они в своих знаниях прибавят, исправятся и попробуют со второй попытки. Как раз у нас планируется на начало декабря в первой половине провести еще аттестацию для тренеров юниорских и юношеских команд. Какие-то общие проблемы вы выявили? Общие проблемы, они, в принципе, давно существуют, к сожалению, да, что-то, ну, мы должны откровенно говорить, что качество бокса у нас есть в определенной упадок, и мы должны над этим работать, но качество бокса, в принципе, задают и определяют тренеры. Поэтому тренерский цех сейчас уже второй год, я думаю, что достаточно активно, федерация бокса работает над этим. Один из моментов – это и аттестация, и курсы, то есть привлечение и молодых перспективных тренеров, новых тренеров команды, сборная команды страны на просмотре в том числе. То есть это вот такая комплексная программа, которая идет именно на повышение уровня квалификации тренера. Ну, очень приятно, что возобновили обучение. Тренеры должны на протяжении всего тренерской деятельности расти, учиться, учиться в том числе и друг у друга. Вот, сегодня была аттестация, прошла. Многие тренеры, как практики, уже себя зарекомендовали, но мы знаем, что всегда практику нужно подкреплять теоретическими знаниями, потому что тренер, я соглашусь с Эдуардом Викторовичем, который говорит, что тренер должен показать, рассказать и, самое главное, объяснить, зачем мы это делаем. Любое наше действие, любое физическое упражнение или технические какие-то приемы, мы должны объяснить, для чего и зачем это делается. Поэтому такие аттестации, такие тренинги, естественно, нужны, я считаю. Надо делать их регулярно, на регулярной основе проводить. Я считаю, что это очень нужное мероприятие. Оно и организационно выстроено очень хорошо, ну и методически тоже самое. Потому что тренерам иногда надо напоминать, что они должны восполнять свои знания. Болос динамичный вид спорта, движение вперед его проявляется как бы на различных турнирах, тенденции новые появляются. Это влияет на характер подготовки, ну и, соответственно, определяет уровень подготовленности участников соревнований. Провели аттестацию старших тренеров сборной страны, посмотрели на их квалификацию, уровень подготовки. Мы с экспертами вместе посовещались, как мы будем все это делать, пришли к единому мнению, как задавать вопросы, что слышать. И задача-то была не просто человека протестировать, а где-то помочь, направить его в нужные пути развития, чтобы он был действительно квалифицированным специалистом. Тестирование показало, что кто-то проходит, кто-то не проходит на следующий этап, но это действительно настоящая работа. Да, она делается сейчас где-то на первых этапах, но мы нацелены двигаться вперед и развивать ее. И вы увидите, действительно это работает, эти плоды будут видны по деятельности тренерского состава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова